Нас спасло, что возгорание произошло днём, а не ночью, говорит хозяйка горящего дома Валентина Ведерникова. Сообщение о возгорании по улице Революционной поступило на пульт пожарной охраны около часа дня. Взвод выехал на место тушения. К началу второго огнём был охвачен весь дом и надворные постройки. Причиной столь быстрого распространения пламени, как говорят ученицы, стал порыв вести ветер. По словам пострадавших, семьи Ведерниковых, возгорание произошло на дворных постройках дома. Предположительно, замкнуло электропроводку. Первым, кто заметил огонь, стал глава семьи. Единственное, что не супруга успели вынести из дома – документы, ключи от машины. И самое главное – вышли из горящего дома сами. Волнение пострадавших от огня понятно и объяснимо. В одной части они потеряли всё – вещи, крышу над головой. К моменту приезда спасательных служб города огонь перекинулся и на соседний дом. У молодой женщины хозяйки дома истерика. Для её детей вообще всё как во сне. Здесь соседи и просто неравнодушные полегчане пытаются спасти имущество. Пока пламени охватило весь дом, выносят вещи в бытовую технику. Только оперативность помогла хозяевам дома спастись. Обошлось без человеческих жертв. На тушение пожара прибыли две машины городской противопожарной части. Потушить огонь автотестернами не удается. Спасатели разматывают гидранты. И только тогда под сильным напором огня пламя отступает. Площадь пожара – более 100 квадратных метров. Разбираться в причинах возгорания, определять класс сложности будут изнаватели. Перед спасателями же стоит задача отстоять соседние дома и избежать человеческих жертв. Если обратиться к статистике, то на территории округа ежегодно происходят пожары, причиной которых становятся неисправные электропроводка или обогревательные приборы. Ксения Балденкова, Никита Кривченко. Новости нашего города.